Афанасий Широко известен в православном мире своими беседами и проповедями. С одной стороны, мы знаем, что исторически монашство возникает как мощнейший импульс свободы, чтобы вырваться ко Христу из уз этого мира. Насколько в современном обществе, пропитанном своеобразными представлениями о свободе, монашеская аскеза может вернуть изначальное понятие «свобода». Дорогой отец Павел, сперва позвольте поблагодарить Вас за замечательную возможность быть сегодня с Вами здесь. Я очень рад, что нахожусь в благословенной России. Что касается Вашего вопроса, очевидно, что сегодня у людей искаженное представление о свободе. Под свободой сегодня подразумевается то, что называется словом «своеволие», то есть «делай все, что хочешь». И это «делай все, что хочешь» на самом деле приводит человека к большому несчастью. Но это не есть настоящая свобода, потому что это порабощение человека его страстям и грехам. А грех, дорогой отче, как Вы знаете, это великая диктатура. Человек, который является рабом своих страстей, в действительности несчастен. Он мучается и стонет в этих тяжких оковах греха, терзающих его денно и нощно. Христос призывает нас к свободе. Что это значит? Свобода от наших страстей, свобода от греха. И когда мы освобождаемся от страстей и греха и соединяемся с Богом, тогда мы обретаем подлинную свободу. Тогда мы понимаем, что такое человек, что такое радость, что такое совершенство человеческой личности. Тогда мы понимаем, какими прекрасными нас создал Господь. И как мы несчастны вдали от Бога, порабощенные собственными страстями и грехами. Но, к сожалению, для того, чтобы это почувствовать, человеку нужно понять, что грех — это тьма, это ужасное зло, убивающее душу человека. Мы каждый день встречаем людей с мертвой душой. Молодые телом, но старой душой, уставшие люди. Сегодня, когда они могут делать все, что им хочется, они несчастливы. Им требуется лекарство, чтобы стать счастливыми. Они принимают наркотики, чтобы стать счастливыми. Они совершают глупые и безумные поступки, потому что не знают, что еще делать. Они прикасаются к смерти, потому что жизнь для них не имеет смысла. Тогда как для человека, который находит Бога, даже трудные ситуации становятся легкими. Он даже тьму обращает в свет. Как говорил старец Паисий, он и яд обращает в лекарство. Человек подле Бога действительно свободен, действительно совершенен. Владыка, Вы упомянули о важности очищения от страстей, чтобы обрести настоящую свободу. У старца Порфирия Кавсоколита есть интересное утверждение, что есть два пути спасения. Один путь спасения — это борьба со страстями, и другой путь — это путь любви. Сегодня приходится встречать таких людей, которые боятся высказывать свою любовь, потому что в этом видят определенную страстность, неочищенность своего сердца. На Ваш взгляд, на самом деле есть такое противопоставление пути любви и пути бесстрастия? Я помню эти слова старца Порфирия. Господь удостоил меня чести познакомиться с отцом Порфириум. Я несколько раз разговаривал с ним. Я читал эти слова, о которых Вы говорите. Старец не имеет в виду, что это два разных пути. Просто один — начало, а другой — конец. Для того, чтобы достичь любви, необходимо побороть свои страсти. Если человек не поборет свои страсти, он не достигнет любви. Старец настаивает на необходимости бороться со страстями любовью Христовой и ради любви Христовой. Чтобы человек не испытывал постоянного страха перед грехом. Чтобы он не испытывал постоянного ужаса перед страстями. Его не одолевали бы страх и трусость. Но чтобы он был исполнен любви и радости. И, как говорил старец, сражался достоин. И чтобы сердце его наполнял свет Христов и любовь Христовой. Человек гораздо сильнее в этой брани, когда им движет любовь к Богу, а не страх ада или страх греха. Старец Порфирий всегда хотел, чтобы христиане имели чувство собственного достоинства. Чтобы они не были напуганными людьми. Чтобы они не боялись греха дьявола, смерти и всего такого. Он говорил, Христос — это все. Думай о Боге. Ими радость о Боге в сердце твоем. Итак, это не два разных пути, а два разных способа. Первый — начальный. Борьба со страстями совершается в начале. А затем следует второй — совершенный. Владыка, сегодня мир страдает больше всего не от экономических кризисов, а от катастрофической нехватки любви. И когда человек приходит в церковь, часто он встречает здесь тоже большой недостаток любви. Монастыри должны быть центрами, в которых эта любовь преизбыточествует. Как вы считаете, это стремление выразить вовне ту любовь, которая есть в монастыре, не приводит ли к внутреннему отказу от самой сути монашества, как ухода от мира? И мой вопрос заключается в следующем. Насколько изменилась сегодня задача монастыря, как особой институции в Христовой Церкви? Как вы сказали, отче, наша эпоха испытывает недостаток в любви. Это жестокое и трудное время. Люди ищут любви. Люди ищут человека, который бы любил их, а не его. Поэтому они совершают так много ошибок в этих своих поисках. Даже когда они совершают какие-то разрушительные действия, они совершают их в поисках любви, но не могут ее найти. А Церковь Божия — это самое лучшее место, чтобы обрести эту любовь. Конечно, мы люди, составляющие Церковь, также являемся людьми недужными. Мы тоже являемся людьми своего времени. И у нас нет того совершенства, которое требует от нас Евангелие. Есть наши братья, которые являют собой это совершенство, но многие из нас его не имеют. В монастырях, конечно, более подходящее условие, потому что монахи полностью посвящают себя Богу. У них нет другого дела, кроме любви и молитвенного почитания Бога. Они трудятся над собой с большим постоянством, не имея других забот. Я думаю, что сегодня монастыри не должны быть отшельническими, как во времена Антония Великого и Пахомия Великого. Сегодня общежительные монастыри и на Афоне, и вне Афона, на Кипре, в России устроены таким образом, что некоторые братья могут заниматься паломниками, мирянами и их трудностями. Это тоже дело Божие. Если монах поймет, что такой труд угоден Богу и приносит ему большую радость, не нанося вреда его душе, потому что он осторожен в этом соприкосновении с миром и действует по благословению своего старца, то, помогая людям и даруя им любовь к Христову, он действительно выполняет великое дело. Когда в Евангелии говорится «не любите мира», вовсе не имеется в виду, что не надо любить людей. Людей любить нужно. Но не надо любить мирское сознание. Страсти не надо любить. Людей же, которые являются образом Божиим, нашими братьями, ради которых Господь умер, мы, конечно, любить должны. И должны умереть за них так же, как это сделал Господь. Следовательно, монастырю, который помогает своим братьям, общение с людьми не только не наносит вреда, но оно благословлено Богом. Достаточно, чтобы при этом в монастыре внимательно следили за тем, чтобы действительно помогать братьям, а не вредить самим себе. То есть, оказывать помощь мирянам, посещающим монастырь, а не вредить монастырю обмерщением по неосторожности монахов. Владыка, мы знаем, что древние монастыри были практически независимы от правящих епископов. Но чем больше монашество превращалось в институт церкви, тем увеличивалась и зависимость обителей от епископов. На ваш взгляд, какие сегодня есть проблемы в отношениях между монашествующими и правящими архиереями, и какие вы видите пути разрешения этих сложностей? Монашество – детище церкви, форпост церкви. Я провел много лет как монах на Святой Гореи в церкви Кипра, как игумен, и теперь последние 14 лет как епископ. Я не чувствую, что монастырям как-то следует опасаться епископов или епископам монахов. Епископ – отец монахом, а монахи – его лучшие дети. Просто у них свой особый образ жизни. И епископ должен это понимать и уважать правила и образ жизни монахов. Но и монахи должны понимать положение епископа по отношению к ним и относиться к нему как к отцу, а не как к человеку, который пытается их поработить и тиранически управлять ими. Не как к хозяину, но как к отцу. И если они будут смотреть на него как на отца, любить и заботиться о нем, тогда ни ему, ни им не придется бояться. Кроме того, монашество основывается на послушании. Мятеж и непослушание не подобают монаху. Епископ представляет местную церковь. Монахи – первые, кто должен выказывать послушание. Если же даже они не выказывают послушание, то чего же ждать от других? Даже если епископ по человеческому несовершенству сказал что-то не совсем то, по нашему послушанию и смирению, Бог просветит его, чтобы он исправился. Не может быть, чтобы епископ заставлял делать вещи, о которых не говорится в Евангелии и канонах церкви. Поэтому не должно быть никакого предубеждения. Ни монахи не должны бояться епископа, ни епископ монахов. Они как отец и дети. Так должно быть. Спасибо, Владыка. Сейчас в русской церкви идет активная дискуссия вокруг вопроса чистоты причащения. Мы знаем, что продолжительное время русской традиции было достаточно редкое причащение. И только последнее время эта традиция изменяется. И при всех очевидных положительных сторонах частого причащения многие благочестивые духовники опасаются, что будет потеряно благоговение перед принятием этого главного таинства церкви. На ваш взгляд, это настоящая проблема или надуманная? Мы понимаем, что по букве и духу священных канонов люди должны причащаться часто. Но, конечно, главное не в том, как часто мы причащаемся, но в том, как мы причащаемся. То есть не как часто, но как именно. Буду ли я причащаться каждую неделю? Каждый месяц? Духовник побеседует со мной и скажет, ты можешь причащаться каждое воскресенье, каждые три недели, каждый месяц. Но он должен научить меня причащаться правильно. Если я причащаюсь неправильно, то причащаюсь ли я только раз в год или каждую неделю? Это порождает трудности и идет во вред. Однако, с другой стороны, духовные отцы должны иметь в виду, что стремиться к частому причащению правильно. Мы не можем лишать человека божественного причастия без причин. Священные каноны указывают, когда человеку не причащаться, а не когда ему причащаться. Если ты сделал вот это, ты не причащаешься год. Если сделал вот то, не причащаешься столько-то. То есть священные каноны указывают, в каких случаях человеку не подобает причащаться, Потому что было само собой разумеющимся, что, когда люди присутствовали, они причащались. Нет причины совершать божественную литургию, если нет кого-нибудь, кто будет причащаться. И греческое слово «литургия» означает «дело народа». Литургия совершается для народа, а не для священника. Поэтому мы, православные священнослужители, не можем служить одни, чтобы не было хотя бы одного человека, который бы пел и присутствовал бы как народ. Это дело народа. Духовники должны знать, что наша цель – не лишить человека причастия, но соединить его с божественным причастием. Конечно, с рассуждением, чтобы научить его одновременно причащаться правильно. В этом заключается наша задача. Владыка, а что значит правильная подготовка к святому причащению из вашей архиерейской практики и духовнической практики? Есть две стороны. Формальное – человек должен исповедаться. Вы в России исповедуетесь перед святым причастием. У нас это не так. Мы исповедуемся несколько раз в году. Если нет какого-либо канонического препятствия, причащаемся. Если имеется каноническое препятствие, тогда мы исповедуемся. Человек должен исповедаться. Его совесть должна быть чиста. Он должен соблюдать церковные посты – среду, пятницу, великий пост, успенский пост, все посты церкви. И, конечно, перед тем, как идти причащаться, он должен прочитать правила к святому причащению. Это что касается формы. А что касается сути, то человек должен приступать к божественному причастию с величайшим смирением, зная, что здесь Христос. И Он – Всесвятой, а я – грешник. И Христос из любви дает мне свое тело и кровь. То, что я принимаю, это тело и кровь Христовы во оставление грехов и в жизнь вечную. И я должен подходить к причастию, как говорит церковь, со страхом Божиим, чтобы у меня было понимание того, что я собираюсь сделать, и с верой, что это тело Христово, и с любовью. Видите, когда церковь призывает всех нас к причастию, она не обращается к нам с проповедью, но говорит об этих трех вещах – со страхом Божиим, верою и любовью. Вот что необходимо, чтобы причащаться со смирением, как мытарь, повторяя, «Помяни меня Господи, помилуй меня Христе». А если мы этого не поймем, и будем думать, что раз мы попостились, исповедались, прочитали правила к причастию, то вот теперь уже можем причаститься, значит, мы ничего не сделали. А прежде всего, человек должен всех простить и получить прощение у всех людей, чтобы ни мы не имели ничего против другого, ни другой человек против нас. Об этом говорит Христос в Евангелии. Последний вопрос, Владыка, но он будет провокационным. Иногда человек приходит в церковь не для того, чтобы стать частью церкви, а чтобы лично спастись. Точно так же, как человек приходит в магазин, чтобы купить определенные вещи для себя. Его не интересует жизнь тех людей, которые рядом с ним стоят в храме, которые с ним причащаются одного и того же Христа. Это на самом деле имеет место в современной церковной жизни или это субъективный взгляд? Я сам такой человек. В церкви очень много разных людей. И как говорит Христос в Евангелии от Матфея, на поле церкви добрым земледельцем Христом было посеяно доброе семя. Но потом пришел враг и посеял свою траву. И когда они выросли, то смешались в одно целое. И когда ученики пришли и сказали, «Хочешь, мы очистим пшеницу от плевел?» Он сказал, «Нет, оставьте их. Пусть они вырастут вместе, а когда придет время жатвы, мы их разделим». Очень опасно судить людей. Мы не можем никого судить. Мы видели в нашей жизни многое, что заграждало нам уста. Мы видели людей, которые пришли в храм, чтобы совершить воровство, но это стало причиной их спасения. Мы видели людей, которые пришли с целью совершить зло и переменились. Мы видели людей равнодушных, но они исправились. Поэтому нам нелегко судить о других людях и лишать их церкви. Оставь его, научи его Слову Божию. Ты помолись о брате твоем, а у Христа свой промысел. Сегодня человек равнодушен, но ты не знаешь, что будет завтра. Господь посетит его. Он печется о его душе. Как говорил наш старец, Господь не обделяет никакого человека. И если этот человек будет иметь в своем сердце, пусть даже небольшое, доброе расположение, придет время, когда Господь найдет подходящий способ. Очень опасно выгонять и выкидывать людей из церкви. Как говорил старец Паисий, человека легко выгнать из церкви. Борьба идет за то, чтобы его туда привезти. Поэтому будем снисходительны. В первую очередь, разве мы сами такие, какими нас хочет видеть Бог? Я нет. А кто таков? Если я сам не таков, то где мне судить другого? Как я могу сказать, что этот человек пришел ради выгоды, что он хочет что-то получить? Мне это будет нелегко. Мне нелегко судить брата моего. Конечно, как пастыри мы несем ответственность в том случае, если причиняется ущерб, наносится вред другим братьям. Но все это нужно делать с большим страхом, с большим рассуждением, с большой снисходительностью, без резких движений, выгнать и выкинуть. Но это очень трудно для пастырей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!